Наш кастинг продолжается и на сцене Марьяна Ликанова. Здравствуйте! Здравствуйте! С чем вы к нам пришли сегодня? С песней со стихом. Что будет первым? Давайте стих. Давайте. Энна Машковская. Сказка о короле и королеве. Хороша была королева, Хорошо и справа, и слева. Пела, плясала, вязала И без ошибок писала. В школе она проходила, Червяка-мотылька-крокодила. Но бац! Но хлопали двери, Когда королева ходила. Когда королева входила, Она короля будила. Когда она выходила, Тогда короля будила. Гори и реки и мели, В школе она проходила. Но хлопали-хлопали двери, Когда королева ходила. Король высыпался редко, И был не король, а щепка. Он говорил, ничего, ничего, но посмотрели бы вы на него, бледен и худ, на десять минут, уснула на десять минут, и тут она, тут как тут. И во сне была королева, мила, весела и умела, спешила из школы, учила глаголы, писала заметки, вязала беретки, пекла она пышки, стирала манишки, румянец был на ее сяках. Но королева, ба-бах, и пробудился король, и в голове была боль, королева дала ему пончик, сказала, что пончик не хочет, королева дала ему чай, король прошептал, прощай. И зачитали указ, король уходит от нас, и в горе вошла королева, и хлопнула дверью, раз, но король не проснулся, и даже не шелохнулся. Спал он и ночью и днем, королева рыдала по нем, зачем я гремела-будила, зачем не умела-ходила, зачем я тихие двери в школе не проходила? Теперь песня? Говорят мы беки-буки, как выносит на земля, дайте что ли карты в руки погадать не покоряйте. Не торопись, вспомни, кто поет эту песню. Атаматша. Как она выглядит? Грозно. Конечно. Как она тогда поет? Грозно. Умеешь же так? Да. Давай попробуем. Говорят мы беки-буки, как выносит на земля, дайте что ли карты в руки погадать на короля, ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадать на короля, ой-ля-ля, ой-ля-ля. Отлично, Марьян, на кого претендуешь? На Мальвину. На Мальвину с такой песней? Ну, я могу еще не только на Мальвину. А на кого ты еще хочешь? Да на всех. На всех? Могу. Давай поработаешь Карабасом-Барабасом. Могу. Знаешь такого грозного дядьку Бородатого? Да. Можешь с нами покомандовать, как он? Да. Пожалуйста. Так. Быстро в театр! Молодец. Еще что-нибудь? Что так плохо играете? Не стоит у тебя поучиться. Здорово. А такую лису Алису знаешь? Повторите еще раз. Лиса Алиса. А, да. Нравится тебе такой персонаж? Ну, да. А какая она? Хитрая. Угу. Такая ружая. А попробуй нам что-нибудь рассказать от ее имени. Ну, вот, знаете, попался мне один брачок на дороге. Такой вот деревянный. Его Бурати назовут. Мы как ему с Базилио скажем идти закапывать, так он сразу туда пошел. И не догадался даже, что мы потом ночью все это возьмем. Это импровизация сейчас была? Ну, да. Ну, да? Ну, да. Или да? Да. Круто, молодец. Вопросы? А вот у меня вопрос, Марьян. Стихотворение, которое ты так радостно нам рассказывала, оно про что? Оно про то, как королева очень сильно хлопала дверьми. Это ты рассказала нам о чем стихотворение? А про что оно? Оно... Про любовь, про дружбу, про ненависть. Ну, по-моему, оно про то, что не надо хлопать дверями. Да. И не надо завидовать королям, да? Иногда им приходится не сладко. Ну, вроде бы. Да. Марьяна, а у тебя какой опыт артистический? Где ты уже принимал участие? Ну, я была в новогодном спектакле. Я играла атаманшу в сказке «Бременские музыканты». Чувствуются наработки творческие, с которыми ты пришла. Ну, а вот все же ты пришла на роль Мальвины. Ну, да. Ну, может быть, как Мальвина ты еще что-то нам сделаешь? Что? Ну, вот там же известная сцена, когда Мальвина заставляла учиться Буратино, а он искал всевозможные способы отказаться от этого. Вот, пожалуйста, вот обратись к Алексею Валерьевичу. Вот он плохо учится, не хочет. Заставь его поучиться. Быстро мне тут написали буквы. А, Б, В. А я не хочу. И что? Надо? Нет, не надо. Надо. Кто сказал, что надо? Я. Папа Карло мне этого не говорил. Но, может быть, он не успел сказать. Пиши-пиши. Да? Это аргумент. Спасибо. Ты молодец. Ты молодец. И ты очень хорошо импровизируешь. Ты очень быстро находишься и не смущаешься. И это, мне кажется, для тебя, как для актрисы, большой плюс. Спасибо. Подарки. Ты очаровала меня точно? Давно это с ней. Вообще, да, с садика. Я, честно сказать, даже внимания не обращала. Но мне все время знакомые говорили. И вот в садике, я помню, родители. Теперь родители со школы. Говорят, что она такая эксцентричная. Надо бы ее показать. Но это первый опыт. Это первый опыт, да. Это наш первый кастинг. Ну, если дочь все-таки пройдет на роль Мальвины, вы же понимаете, что вам придется ездить на репетиции, жертвовать... Да, мы готовы. Мы как бы совершенно осознанно пришли. Не так. Бухта-барахта. Держитесь. Хорошо, спасибо. Мы провожаем вас к нашему журналисту за кулисы.